Христос воскрес! У меня есть тоже желание говорить о воскресении. Воскресение Христа – это самый важный момент, событие, которое произошло в истории, и об этом нам нужно говорить. Весь Новый Завет говорит о воскресении. Каждая книга почти говорит, использует это слово. Но есть некоторые книги, которые очень мало говорят о воскресении. Они больше фокусируются на смерть Господа, на то, что Господь сделал в искуплении для нас. И одна из таких книг – это книга «К евреям». Она очень много фокусирует на кровь Завета, фокусирует на исполнение закона, который Христос пришел, чтобы совершить. Но в этой книге также есть маленькая часть, где Господь через апостола Павла говорит немножко о воскресении. И он суммирует, как бы в самом конце он говорит о важности воскресения. В самых последних стихах он вот это славословие произносит и такие прекрасные слова говорит нам. Мы будем читать из книги «Евреям», 13 глава, 20-21 стихи. Здесь говорится о том, что Бог наш, Он есть Бог мира, Бог же мира. Вот это выражение «Бог же мира» встречается только у апостола Павла в его посланиях. И когда мы смотрим на это послание, это нам дает такой толчок думать о том, что это действительно апостол Павел написал это послание. Потому что никто больше не использует такое прекрасное выражение «Бог же мира». И это как раз сегодня будет тема моей проповеди. Бог же мира, каков Он есть и как это связано с жизнью, которую Господь дает нам в Иисусе Христе. Давайте прочитаем эти два стиха и будем рассуждать о них. 20-21 стихи. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь». Такие прекрасные слова, что можно сюда добавить? Ну, мы ничего не можем добавить, но мы что-то из этого можем извлечь для себя. Апостол Павел такие вот прекрасные слова говорит, и он начинает таким выражением «Бог же мира». Мы из этого можем сделать вывод, что Бог, Он не есть Бог гнева, или Бог войны, или Бог поедающий огонь. Он есть Бог мира. Это то, что характеризует Его больше всего, как есть Бог любви и Бог мира. Это то, что описывает Его характер. У нас, может быть, есть знакомые или друзья, которые характеризуются гневом. Они очень спыльчивые, и мы знаем их, как те, которые спыльчивые. И мы даже стараемся не говорить что-то такое, то, что может возмутить их, потому что это то, что их характеризует. Но у Бога этот гнев, который у Него есть, это не характеризует его, потому что теперь мы видим, что этот гнев был излитый на Иисуса Христа, и теперь он представлен нам как Бог мира, и об этом мы порассуждаем. Это Его сущность, о которой Господь открывается. Он открывается в Новом Завете как Бог же мира. Но мы не можем испытать мир Божий, пока мы не примиримся с Богом мира. И об этом мы сегодня порассуждаем. О том, что мы согрешили, мы находимся врагами Господу. Мы находимся в вражде с Богом, и нам нужно примирение. И это то, что Господь сделал нам в Своем воскресенье. Хотел предложить нам три мысли из этого отрывка, которые очень хорошо суммируют вот то, что апостол Павел здесь сказал. Как это связано с Богом мира и связано с жизнью. Вот мы увидим вот эти три мысли. Первое – это Бог же мира дает нам жизнь. Бог мира дает нам жизнь. Второе – мы посмотрим на то, что Бог же мира, Он ведет нас по жизни. И последнее – мы посмотрим, Бог же мира повелевает трудиться в жизни. Мы посмотрим на эти три мысли, братья и сестры. Давайте мы порассуждаем. Первая вот эта мысль, которая здесь видна очень четко, Бог же мира дает жизнь. Вот как мы здесь видели в Иисусе Христе, что Бог же мира, воздвигший его из мертвых. Здесь говорится, конечно, о воскресении, воскресении из мертвых. Мы видим, что Бог является источником мира, потому что Он воскресил Своего Сына из мертвых. И Бог через Иисуса Христа дал нам безграничный источник мира, с которого мы можем постоянно черпать. И там нет конца. Когда нам кажется, мы в таких обстоятельствах, где вот, может, мира нету, мы всегда можем черпнуть туда и взять этот мир. Но нам нужно иметь это правильное отношение с Богом, который дает нам этот мир. Помните, когда Иисус еще был живой, Он такие слова сказал Своим ученикам о том, что Он оставляет нам свой мир. Иоанна 14, 27. Он сказал так. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается, да не смущается сердце ваше». Когда мы читаем Евангелие, все, которые повествуют о воскресении, мы знаем, что Иисус, когда явился Своим ученикам после воскресения, Он приветствовал их словами «Мир вам». Почему же это так важно было? Вот они собрались, все были собраны за опасения иудеев, они были изолированы, они были в домах, они не выходили, они боялись выходить, потому что боялись за свою жизнь. И я так задумался, что это очень похоже и на наше положение сейчас, потому что мы тоже изолированы, мы находимся за опасения, уже не иудеев, но за опасения какого-то вируса. Мы все отделенные, мы все дома, мы все как-то изолированы друг от друга. И Господь и в наше время приходит и говорит нам «Мир вам», потому что это есть источник жизни, и источник мира является Дух Святой. Как мы читаем дальше в Евангелии Иоанна, Он говорит, что Дух Святой – Он источник, который мы можем черпать. Братья и сестры, мы не можем знать Бога мира, пока мы действительно не примиримся с этим, с Господом. И мы должны на правильное отношение стать с Господом, правильно примириться с Господом. Апостол Павел также говорит об этом в Римлянам, послание Римлянам, 5 глава, 10 стих. Мы немножко будем смотреть на разные места, но это все связано с одной темой – о том, как Господь воскресил, как Господь дает нам жизнь, и как это связано с тем, что Бог является источником мира. Прочитаем эти стихи. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Какие здесь прекрасные слова. Здесь тоже мы видим связь между миром и жизнью. Ибо, когда мы были врагами, но мы имеем теперь выход из этого положения, мы можем примириться через Иисуса Христа. И Бог воскресил Его, и Он дал через Его смерть Иисуса, теперь нам вручает жизнь. Мы спасаемся Его жизнью. Да, Он искупил нас, примирил нас Его смертью, но теперь мы имеем жизнь в Иисусе Христе. Какая прекрасная благодать для нас сегодня, братья и сестры. Мы были враги Божьи, но теперь мы можем иметь вот этот мир и радость. Мы можем находиться в общении с нашим Господом. И когда мы действительно примиримся, только тогда мы сможем познать настоящую жизнь, иметь эту истинную жизнь, которая только в Иисусе Христе. Еще одна мысль здесь. Мы видим, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, чтобы дать нам надежду, надежду на жизнь. Что вот здесь Господь говорит о Иисусе, что Бог же мира, воздвигший Его из мертвых. Он воскресил Его. Воскресение Иисуса – это самое важное событие, которое говорит нам о том, что Господь, Он принял жертву Иисуса Христа. Бог же мира, Он воскресил Иисуса, смерть не является теперь силой, не является своей силой над Богом, над нами, потому что Бог может даже насмеяться над смертью, сказать, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, потому что в ней нет уже силы, потому что Иисус победил эту смерть. И теперь Он предлагает нам жизнь, а не смерть. Избери жизнь, Господь говорит. Мы также видим, что в воскресении Иисуса Христа действует не только Бог Отец, как мы здесь читаем, но вся Троица. Вот когда читаю вот 20 стих, мы видим «Бог же мира», это говорит о Боге Отце. Но есть места, которые говорят о том, что Иисус Сам Себя воскресил. Как, например, Иоанна 2,19, где Иисус говорит о том, что разрушите этот храм и через три дня я его воздвигну. Он говорит, я его воздвигну, я сам восстану, он говорит. Но есть также места, которые говорят о том, что Дух Святой участвует в воскресении. Петр также в своем послании, он говорит, что Иисус ожил Духом. И еще одно место, которое очень четко говорит о том, что Дух Святой, Он дает эту жизнь нам. Это Римлянам 8 глава, 11 стих. Давайте прочитаем его. Римлянам 8, 11. Здесь мы тоже видим, что Дух Святой, он есть источник жизни, он оживит ваши смертные тела. Мы не можем никак ожить, мы не сможем никак иметь эту жизнь, кроме того, как если мы уповаем на Бога жизни. Бог же мира, Он есть также Бог жизни. Мы посмотрели на то, что Бог же мира, Он дает эту жизнь. Давайте посмотрим на второе. Бог же мира, Он не только ее дает, но Он ведет нас по жизни, братья и сестры. Он ведет нас, как добрый пастырь. Он не просто нас спас и пустил нас на самотек, иди теперь сами живите, как хотите. Нет, Он заботится о том, чтобы нас менять, чтобы вести нас на злачный пажит и перевести нас к цели, которая есть в небеса. Иисус является добрым пастырем, который нас всегда ведет за собою. Он нас не покинет. И здесь мы читаем дальше этот стих. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого. Для моего ума, мне кажется, немножко понятнее было поменять великое в начало и сказать, Бог же мира, воздвигший из мертвых великого пастыря овец, как это звучит в английском, the great shepherd of the sheep, великого пастыря овец. Он великий Бог, Он великий пастырь, который ведет нас, и это Его цель, чтобы привести нас к жизни. Помните, когда в Матфея, 18 главе, Он тоже говорит, если кто-то, один из овец потеряется, он заботится о нем. Вот настолько Господь заботится, что Он оставит 99 и пойдет спасать одну и будет радоваться о ней. И Господь заботится, Иисус знает нас, и Он дает нам свою жизнь, жизнь, которая в нем, Он дает ее нам. Мы прочитаем еще место, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 14 стих, тоже здесь мы видим связь между добрым пастырем и жизнью, которая нас ведет. Иисус говорит, я, Есим, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Заметьте, жизнь мою. Иисус отдал свою жизнь, Он умер за нас, чтобы теперь нам дать эту жизнь, чтобы в нас была жизнь. Он добрый пастырь, который ведет, и Он положил свою жизнь за овец, чтобы довести нас до цели. И знаете, в это трудное время для нас, в котором мы находимся, Господь тоже продолжает быть этим пастырем. Он ведет нас, Он ведет нас в неизвестное время, когда все переживают о том, как будет выглядеть будущность, потому что мы не знаем, как все это кончится. Но Он ведет. Когда мы идем долиной смертной тени, как вот в это время, кто-то умирает. Постоянно мы получаем известие, что кто-то из родных, близких, каких-то знакомых людей умер. И мы переживаем, и мы плачем с вами, и мы видим, что это реальность нашего времени. Но Господь не хочет, чтобы мы боялись, потому что Он ведет нас, как добрый пастырь. Он хочет, чтобы мы переоценили наши приоритеты в том, на что мы уповали раньше. Может, сейчас у кого-то не стало мира, потому что кончился источник income, источник дохода. Теперь вот нет того, на то, что мы так привыкли, что всегда идем на работу и получаем что-то. Теперь этого нет у многих, и мы переживаем. И вот в таких моментах мы больше и больше начинаем полагаться на доброго пастыря, который дает нам жизнь. И, может, не так будет легко, не так привычно, как было раньше, но Он выведет нас обязательно. Он нас не вытащит из этой долины смертной тени, но Он пройдет ее вместе с нами. Мы никогда не должны сомневаться в этом, потому что Он есть добрый пастырь. Он не наемник, который бросит своих овец, Он проведет и нас. И мы не знаем, как долго это будет, как это все изменит. Но мы знаем одно, что после этого мир никогда не будет таким, как он был прежде. Обязательно вот наше отношение, оно изменится к Богу. Это в положительной стороне, но в негативной мы знаем, что мир, он идет хуже. И больше и больше контроля, который имеет государство над человеком. И все идет к концу, мы знаем это. Но мы видим, что цель Божия в этом, чтобы нас возвращать, чтобы изменять нас, чтобы мы были готовы к тому, чтобы встретиться с Господом. Но вопрос можно тоже здесь задать, как Бог все это делает. И мы видим, как Он это делает. Он делает через завет в крови, который Он совершил в Иисусе Христе. Вот мы читаем дальше. Пастор Овец Великого, кровью Завета Вечного. Кровью Завета Вечного. Вот эта книга евреям, она часто говорит о крови. И мы знаем это. Мы можем читать многие места, что Господь, Он пролил свою кровь за нас. И на основании своей крови Он может дать нам жизнь вечную. Поэтому Он добрый пастыр. Он очищает нас от всякого зла. Бог это делает таким образом. Он обращается на свою верность. Он говорит, я обещал Аврааму, я обещал всем святым, что это будет. И Он исполняет. Он верен своему Слову, и поэтому мы можем на Него полагаться. Вот если вы смотрите этой же книги, 9 глава, 14 стих, тоже использует это слово. О том, что Бог, Он дает нам жизнь свою. Он есть жизнь, которая дает нам, которая очищает нас своей кровью. Давайте прочитаем. Евреям 9,14. То коль ми паче, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Мы служим Богу живому истинному. Мы служим Богу жизни, как мы уже смотрели. Он Бог мира, Он есть Бог жизни. Он не Бог мертвых, Он Бог живых. И мы поклоняемся этому. И теперь, когда мы приходим к Нему, мы можем теперь... Наш труд, который мы делаем, он имеет ценность в очах Господних, потому что это теперь не мертвые дела, но это живые дела. Как здесь сказано, очистить мертвых дел к живому Богу, чтобы служить Богу живому. Бог является верным Своему вечному завету, который Он говорил, и Он никогда не изменит Своё слово. Мы можем быть в этом уверены. Почему? Потому что Он это определил ещё когда? Прежде создания мира. Это было утверждённое. Для чего? Для какой цели? Чтобы мы были святы и непорочны. Пред Ним в любви. Вот эти два качества, чтобы мы были святы и непорочны. Вот мы как раз видим, что добрый пастырь, он ведёт нас не для того, чтобы нас воздержать от чего-то хорошего. Наоборот, он нас ведёт к чему-то самому хорошему. Это святость и непорочность. Это Его цель, и мы должны радоваться в этом, что воздерживая нас от, может, крутизны, где овцы могут упасть, может, нам, как под человеком, хочется подойти к обрыву и видеть, что там. Но Господь ведёт нас другим путём, чтобы нас направить туда, где есть безопасность, чтобы вести нас к этими целями. Святость и непорочность. Итак, вот мы посмотрели на второе. Это Бог же мира ведёт нас по жизни. Он ведёт нас. Он есть добрый пастырь. И последнее мы посмотрим. Бог же мира повелевает трудиться в жизни. Он повелевает трудиться. И это мы чётко будем видеть в последнем стихе, который мы прочитали. Двадцать первый. Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Вот мы видим здесь слово «к исполнению воли Его». Это повеление, которое Господь даёт нам. Это не просто желание Божие как от Отца. Он повелевает нам быть послушным Ему, потому что Он нас спасает для определённой цели, чтобы мы теперь шли и исполняли Его волю, делали добрые дела, которые сейчас в это время особо нужны. Вот кто-то может сказать, как в такое время, когда все изолированы, как можно делать добро? Но это очень просто, очень видно, особенно сейчас, когда, может, мы не собираемся так часто, но многие люди делают добро друг другу. И мы являемся свидетелями, что когда какой-то недостаток, обязательно кто-то из наших близких, родных из церкви возмещает это. И это так прекрасно видеть, что Господь продолжает работать в сердцах церкви, чтобы восполнять это повеление Божие. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы не только верили в Него, но чтобы мы и служили Ему. Бог не просто нас примирил с собой, но и хочет усовершить нас, как здесь мы прочитали, да усовершит вас, сделает нас более совершенными, не то, что мы не будем, мы будем без греха на этой земле, Он не это говорит, Он говорит, что мы будем стремиться быть больше и больше похожим на Иисуса Христа, и в наших ошибках мы научимся больше и больше приходить к этому доброму пастырю и изменяться, и смотреть на Его, как тот образ, которому нам нужно подражать, чтобы мы стремились к этому. В наших ошибках мы можем постоянно смотреть на Того, Который ведет нас, чтобы мы служили Ему. Апостол Павел говорит о том, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это Божье дело, Он производит в нас вот это желание. Это желание от Бога, но само действие, оно уже от нас, братья и сестры. Мы должны проявить вот это желание, чтобы делать добро, чтобы оставить грех, который, может, раньше, месяц назад мы не так смотрели на это. А вот сейчас мы видим другими глазами, видим, что некоторые вещи действительно, они нам мешали, и теперь мы переоценили все, и видим, что Господь нас ведет. Он ведет нас, чтобы очищать нас, Он ведет нас, чтобы показать нам самое важное, самую главную цель. Я думаю, что все из нас знают наизусть один очень такой важный стих, это Евсианам 2.10. Мы знаем это, ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И мы знаем, что Бог нас определил на добрые дела. И вот иногда я посещаю семьи, где только родился ребенок, и вот этот стих, он настолько похож, подходит к этому. Вот ребенку, которого мать или отец держит, он только родился, такой чистый, вот все, что в нем есть, это только вот то, что Бог вложил, это добрые дела. Бог не хочет, чтобы этот ребенок вырос, делая какое-то зло, но Бог хочет добро, Он хочет также и для нас, каждого из нас, чтобы мы шли и делали добро, чтобы мы прославляли Его. И как здесь сказано, не делали это для себя, чтобы привлекать внимание к себе, но как здесь сказано, Ему была слава, чтобы Ему была честь во веки веков. Вот какая наша цель и назначение. Апостол Павел в своей жизни также дает нам пример, можно сказать, как это может выглядеть. Он не просто говорит вещи, потом оставляет нас думать, а как это может на самом деле выглядеть. Он говорит, что я таким образом действовал. Он тоже делал добрые дела. И вот Филиппинцам 4 глава, 9 стих, он здесь говорит, что мы должны следовать и по Его примеру, и также делать для других, чтобы другие видели этот добрый пример в нас и тоже могли следовать за Господом. Филиппинцам 4,9 говорит, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Бог же мира будет с вами». Это одно и то же выражение, которое апостол Павел использует. Бог же мира будет с нами, когда мы идем, когда мы действуем так, как мы верим, и мы прославляем Господа, и мы стремимся к тому, чтобы наша жизнь была угодна Ему. И знаете, когда мы таким путем живем, очень важное то, что происходит в нашей жизни, это то, что дьявол не будет иметь места в нашей жизни. Вот это самое важное, то, что когда мы действуем так, когда мы имеем Бога мира в нашем сердце, то не будет там места дьяволу. И вот последний стих, который я хотел прочитать, который говорит об этом, вот что Бог, Он хочет, чтобы Он полностью занимал наше сердце, чтобы не было места дьявола. Это Римлянам 16.20. И вот мы увидим, вот это же самое выражение, апостол Павел использует и говорит такие слова. Он говорит, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, и благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Бог же мира сокрушит сатану под нашими ногами. То есть не мы сами сможем это сделать, но Бог в нас. Когда мы следуем, когда мы исполняем вот это повеление, которое Господь говорит, чтобы мы делали добро, исполняли волю Его. И в заключение мы только несколько мыслей подумаем, как это может выглядеть в нашей жизни теперь, братья и сестры. Мы видим, что та великая ценность, которая была, цена, которая была заплачена Иисусом, она была принята Богом. И Он воскресив, Он оживил, как здесь сказано, воздвигший из мертвых своего Сына, Он Его воскресил, Он Ему дал жизнь, потому что Он есть Бог жизни, Он есть Бог, Который ведет нас к добрым делам. И Бог Отец принял плату за наши грехи и воскресил Его. И также Иисус умер за грешников. И может кто-то еще не знает Христа как Спасителя, кто-то еще не испытал Бога мира, кто-то не испытал Божий мир в своей сердце, сегодня не откладывайте, не думайте, вот когда все наладится, через неделю, две, три месяца, все будет хорошо, не ждите этого времени, сейчас сделайте, потому что это время может не прийти, когда все станет, как было раньше. Сегодня обратите внимание на свое сердце, на свое состояние, примиритесь с Богом мира, чтобы испытать, потому что Он есть Бог мира, Который не просто дает жизнь, но Он проведет вас как добрый пастырь, и Он хочет, чтобы мы, как Церковь Его, исполняли волю Отца. Итак, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава и во веки веков. Аминь. Мы помолимся.